Вот я как-то проводил занятия с лекцией для студентов третьего курса психологического факультета и показал, как за 15 минут человек, исходя находящийся в стрессе, сделал несколько упражнений ключа и вышел на состояние великолепное. И сказал, что у него радикально все поменялось и так просто и быстро. И тут одна студентка задает вопрос. Да-да, это очень просто, это очень быстро, но есть же в мире очень серьезные методы. А я ее спрашиваю, а какие? Она перечисляет, там, холотропное дыхание, расстановки, там, психоанализ, там, медитация и прочее, перечитает, перечитает. А я ей говорю, давайте зададим себе вопрос. К вам пришел пациент, вы психолог. Что в результате вы хотите, с чем бы он ушел? Ну, они задумались, студенты, будущие психологи, в конечном счете, вместе сформулировали, чтобы он ушел в равновешенный, с ясным умом, с уверенностью в себе и знал, чего он хочет и как этого достичь. А я же и говорю, а если я вам показал, как ключ это делает за 15 минут, и вот тут они задумались, что такое простота при эффективности. Так это же и есть маленькое научное чудо.